По итогам совещания уголовного государства, на котором президентам было поручено разобраться в ситуации в печах в мельчайших подробностях, Следственный комитет представляет общественности актуальную информацию по уголовным делам, возбужденным в ходе выяснения обстоятельств гибели военнослужащих. Напомню, в Управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области возбуждено уголовное дело в участии 3 статьи 443 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту Смерти военнослужащего срочной службы, рядового Торжича. Согласно сообщению, поступившему в оперативно-дежурную службу Борисовского ОВД 3 ноября 2017 года в 17.47 минут около 17.00 3 ноября в подвале здания медицинской роты обнаружен круг военнослужащего срочной службы, рядового Торжича, висящий в петле из брючного матерчатого ремня, прикрепленного сводным концом к металлической арматурии под потолком подвала с перевязанными штуком обуви ногами и одетой на голову майки. Как установлено, с 17.09.2017 Коржич находился на лечении медицинсервоза с острой респираторной инфекцией и выписан 26.09.2017, после чего около 10.30 был сопровожден военнослужащим в медицинский пункт номер 1. Сведений о дальнейшем местонахождении рядового Торжича до настоящего, вернее до момента обнаружения его группы, не имеется. Данная информация в настоящее время устанавливается в следственные органы. Во время лечения он осматривался психиатром по поводу жалоб на состояние здоровья, выставлен диагноз «здоровье». В ходе предварительного расследования по уголовному делу рассматриваются следующие версии. Первое. Доведение до самоубийства рядового Торжича в следствии неуставных отношений с военнослужащими. Насилие, издевательство, вымогательство или отобрание в него предметов личного потребления, денежных средств или имущества. Второе. Убийство рядового Торжича по мотивам личных неприязненных отношений и скобыстных побуждений вследствие обладания информацией, компрометирующей иные военнослужащие. Третье. Самоубийство рядового Торжича вследствие психологической травмы, нежелания продолжать службу в вооруженных силах, а также отказ от комиссования его. Как следует из показаний военнослужащих срочной службы, поведение рядового Торжича изменилось с сентября 2017 года. Последний жаловался на состояние здоровья, высказывался о полях лопасти сердца, о неправильном лечении, мыслей о суициде не высказывал. Из двух десятков военнослужащих срочной службы солдат, допрошенных, непосредственно проходивших службу в воинской части, никто не указывал на наличие неприязненных отношений со стороны руководства части Коржича, либо применение к нему физического насилия. Более того, командир отделения, сержант, ставил Коржича в более привилерованное положение по отношению к остальным военнослужащим. Ввиду того, что между ними были неустановлены взаимоотношения, приобретались аналичные средства и передавались данному сержанту в пользование, телефон, продукты питания, сигареты. Кроме того, следствием установлено, что со стороны командиров отделений имели место факты злоупотребления власти, выразившиеся в принятии денежных средств от военнослужащих срочной службы за неограниченное во времени пользование телефонными аппаратами сотовой связи. В нарушении установленного порядка суммы подборов с каждого колебались от 20 до 40 рублей. Сержант Б. и сержант С., упоминаемые в средствах массовой информации и масс-медиа, данные висковой части признаны подозреваемыми по делу, возбужденному по части 3 статьи 443. Принимаются решения о задержании их в порядке ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Кроме того, принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении старшины указанной роды, правовщика, который, злоупотребляя доверием Моржича и в период времени с начала июля по 25 сентября похитил с его банковской платежной карты денежные средства на сумму не менее 180 рублей. Осуществлял при этом безведомого владельца личных целей платежи в магазинах и кафе на территории города Борисова. Его действия квалифицированы по ст. 209 Мошенничества Уголовного кодекса Республики Беларусь. С его участием проводятся следственные действия. Планируется его задержание в качестве подозреваемого. В ходе предварительного расследования повторно проведены осмотр места происшествия, помещение осмотрено, в котором находился Коржич, а также изъяты телефонные аппараты военнослужащих, направлены запросы и частично получены сведения о соединениях абонентских номеров, использовавшихся Коржичем и военнослужащими указанной воинской части. Назначена комплексная экспертиза по исследованию одежды Коржича, предметов, изъятых в ходе осмотра места происшествия и следов, оставленных на стене подвального помещения медицинской работы. Признана потерпевшей и допрошена мать умершей. По месту жительства проведет осмотр, в ходе которого изъята компьютерная техника. Получена в поликлинике по месту жительства медицинская документация в отношении Коржича, допрошены в качестве свидетелей друзья, с которыми он постоянно общался по телефону и состоял в переписке в сети интернета. В этом случае осмотрены телефоны, находившиеся в пользовании Коржича, когда он был на гражданке, и получена информация о переписке и крепчина к уголовному делу. В кратчайшие сроки в настоящее время будут допрошены военнослужащие роты, где проходил погибший, это порядка 60 военнослужащих, также находившиеся на лечении и несшие службу в медицинской роде, это порядка 104 человек, в том числе направленный из медицинской роды в медицинский пункт номер 1 совместно с Коржичем. Продолжены допросы друзей и знакомых, назначены посмертно психолого-психиатрической экспертизы в отношении Коржича, иные следственные действия планируются, необходимость которых возникнет в ходе предварительного расследования. Спасибо.